Добрый день, дорогие друзья, сегодня речь пойдет о советском и российском актере театра и кино. Сергей Гармаш — театральный режиссер, сценарист, продюсер, народный артист Российской Федерации. Сергей Гармаш родился 1 сентября 1958 года в Херсоне, Украина, в рабочей семье. Сергей мечтал после школы поступить в мореходное училище, но документы подал в Днепропетровское театральное училище. Окончил училище по специальности артист театра кукол, затем работал в Херсоне, выезжая с гастролями в близлежащие поселки и колхозы. Через два года был призван на военную службу в ряды советской армии. В 1980 году после увольнения в запас Гармаш поехал в Москву поступать в высшее театральное училище. Первоначально подал документы сразу в три театральных вуза, но потом остановил свой выбор на школе-студии МХАТ, на экзамене читал 20-минутный отрывок из Достоевского. В 1984 году окончил актерский факультет школы-студии имени Немировича Данченко и был принят в труппу Московского драматического театра «Современник». Сергей Гармаш являлся одним из ведущих актеров театра, в котором прослужил 36 лет. Актер дебютировал в кино в 26 лет, первым фильмом стала военная драма «Отряд», снятая в 1984 году, где Гармаш сыграл рядового. Затем были съемки в знаменитом детективном сериале «Следствие ведут знатоки». С 1986-го Сергей Леонидович с готовностью берется за любые роли, ежегодно выходит по 4-5 фильмов с его участием. Типаж артиста органично раскрывает тех персонажей, о которых можно сказать настоящий мужик. Например, в картине «Беспредел» он сыграл заключенного по кличке Могол, который больше не собирается мириться с положением бесправного раба в исправительной колонии. Сергей Гармаш снялся в фильме «Ворошиловский стрелок». Ему досталась эпизодическая роль полицейского, но так как лента приобрела большую популярность, актер стал узнаваемым среди широкой аудитории. Большинство образов, сыгранных артистом, все-таки относятся ко второму плану. Однако за три десятилетия актерской деятельности Сергей Гармаш успел полюбиться зрителям в своей ипостаси честного, прямолинейного и доброго героя. Актер также снялся в драме «Мой сводный брат Франкенштейн», в криминальной картине «Дом», в фильме «Нежный возраст», в мистической мелодраме «Дуэлянт», в экранизации романов братьев Вайнеров «Следователь Тихонов», в романтической драме «Любовник». Зрителям запомнился и образ отца главного героя Мелса в ярком мюзикле «Стиляги». Эту роль Гармаш исполнил настолько искусно, что был удостоен третьего по счету «Золотого орла». Помимо полнометражных фильмов, артист часто появляется в телесериалах «Каменская», «Досье детектива Дубровского», «Бригада» и «Троцкий». Знаковым для актера является персонаж присяжного номер три, главного антагониста в фильме «12». Этот простой и слегка неотесанный водитель такси, поначалу выступающий в роли непримиримого обвинителя, на протяжении фильма раскрывается в пронзительной искренней натуре человека со своей нелегкой судьбой. Актер сотрудничал с большим количеством режиссеров, среди которых были не только работники отечественной киноиндустрии. Так, Сергей Гармаш снялся в исторической киноленте «Катыню» польского деятеля Анджея Вайды. К слову, в этом проекте артист получил одну из немногих главных ролей. В 2000-х фильмографию актера составляли в основном ленты на военную тематику. В сериале «Контрегра» сыграл полковника Косачева, в «Белой гвардии» — полковника Козыря Лешко. В сериале «Гатера» майора Соколова артист перевоплотился в капитана Рязанцева в отставке. В послевоенной криминальной драме «Ленинград-46» его герой, бывший учитель, прошедший войну в концлагере Штрафбат. В спортивной драме «Движение вверх», рассказывающей об исторической победе советской баскетбольной команды на Олимпиаде 1972 года, Гармаш сыграл жесткого чиновника, председателя Госкомитета по спорту. Расколовшая общественность на два лагеря, сторонников и ярых критиков, биографическая драма «Матильда» внесла в копилку ролей артиста личность русского императора Александра Третьего. Мелодрама «Два билета домой», премьера которой состоялась летом 2018 года на Кинотавре, первый опыт Сергея Гармаша в написании сценария. Жена Инна Тимофеева, однокурсница Сергея по школе-студии МХАТ, актриса Московского драматического театра «Современник», поженились в 1983 году, будучи студентами четвертого курса института. Дочь Дарья Гармаш, сын Иван, внук Павел. Сергей Гармаш, лауреат премии Ника за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Нежный возраст», премия Ника за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Мой сводный брат Франкенштейн», премия «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в фильме «12», премия «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Стиляги», премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинации «Лучший актер» за роль Игоря Данилова в сериале «Ленинград 46». Дорогие друзья, спасибо всем вам за поддержку, если вам понравилось видео не забывайте ставить лайки и пишите ваши комментарии. Всем здоровья, благополучия и больше оптимизма.